В этот день, 21 марта, родились. Александр Можайский, адмирал русского флота, в России считается пионером воздухоплавания. Именем Можайского названа Военно-космическая академия в Санкт-Петербурге. Протеерей Василий Михайловский, активист общества Трезвости. Богослов, публицист, блестящий проповедник Протеерии. Он был одним из самых известных петербургских священников своего времени. Именно отец Василий был приглашен для духовной приветственной речи, состоявшейся по поводу важного религиозного события. Обретение наперстного креста святого Иоанна Кронштадтского. Петербургский златоуст, речами которого паства заслушивалась и зачитывалась, являлся автором множества библейских пособий и исторических статей. В 1882 году, когда императорское православное палестинское общество приняло решение об издании путеводителя для паломников Святой Земли, то выбор пал на кандидатуру Протеерии. С поставленной задачей тот справился успешно, выпустив несколько книг о пути Христа и Святой Иерусалимской земли. За духовным Василий Яковлевич не забывал и о мирском, являясь одним из лидеров общества трезвости. Он пытался через веру излечить заблудшие души от алкогольной зависимости, а незадолго до смерти написал автобиографию в стихах, в паре строк обрисовав свой путь. «Не для того, чтобы похвалить себя пред вами, я здесь стал. Я Господа хотел прославить за то, что он мне в жизни дал». Также в этот день, 21 марта, родился Модест Мусоргский, композитор, один из участников движения «Могучая кучка». Несмотря на то, что Мусоргский родился в дворянской состоятельной семье, корнями уходившей к Рюриковичам, взрослая жизнь Модеста не была успешной и счастливой. Личная жизнь не сложилась, финансовый доход приравнивался к бедности. Для того, чтобы выжить, композитору приходилось подрабатывать на службе, аккомпаниаторам и давать частные уроки. В свободное время он творил музыку медленно и скрупулезно, записывая на нотный стан уже набело. Так появились десятки песен, многочисленные сочинения для фортепиано с оркестром и оперы, главными из которых стали Хованщина и Борис Годунов. Годунова зрители увидели на сцене только через пять лет после его завершения. Это было великое торжество Мусоргского. Старики, индифференты, рутинистые поклонники пошлой оперной музыки дулись и сердились. Это тоже торжество. Но педанты консерватории критики протестовали с пеной у рта. Так писал критик Стасов. Скептики продолжали упорно громить оперу за отсутствие сюжета, интересных характеров и неэстетичный образ угнетенного народа. Таким же подавленным в конце своей недолгой жизни предстал Мусоргский. Он болезненно переживал раскол клуба единомышленников «Могучая кучка», вызванный творческими разногласиями. А раньше в него входили еще и римский Корсков, и Бородин, Кюи, и Балакирев. Обладать столь прекрасным, таким оригинальным талантом, жить в бедности и умереть в какой-то грязной больнице от алкоголизма. Сокрушался певец Шаляпин. Одним из тех, кто навещал Модеста в больнице, был художник Ефим Репин. Он успел написать портрет своего друга, усталого человека с умным проницательным взглядом, чье творчество больше оценят потомки, чем современники. Также в этот день, 21 марта, родились Александр Вертинский, знаковый русский певец. Леонид Утесов, певец, актер, руководитель оркестра. Один из первых народных артистов СССР. 21 марта 1910 года состоялся первый авиаполёт в Российской империи. В воздух поднялся летчик Михаил Ефимов. В марте 1910 года имя летчика Ефимова стало для граждан Российской империи таким же знаковым, как имя Гагарина в СССР. На аэроплане «Форман-4» конструкции Бориса Юрьева, Ефимов поднялся в воздух пять раз. На высоте 50 метров он пролетел три круга и сделал два подъёма с пассажирами. После чего получил в награду лавровый венок с надписью «Первому русскому авиатору». Уже через год Ефимов принял участие в перелёте по маршруту Москва-Петербург. А по его стопам пошли не только мужчины, но и женщины. В 1911 году авиатриса Голланчикова установила мировой рекорд высоты – 2400 метров. Эпоха авиаполётов только начиналась. 21 марта 1917 года был произведён арест царской семьи. 21 марта 1937 года в СССР введены учёные звания – ассистент, доцент, профессор и учёные степени, кандидат и доктор наук. 21 марта 1958 года пассажирский самолёт впервые совершил беспосадочный полёт по маршруту Москва-Иркутск. Таким был этот день, 21 марта.